Всем привет! Харьков, март месяц и цветет перед вами апельсин Гамлин. Вот столько бутонов он выбрасывает. Я показываю спечный коробок, чтобы представление имели о размерах. Сухая веточка надо будет удалить. И здесь вот примерно на 200 миллилитров для полива емкость такая. Амлин привит на трифолиате. На улице он погибнет, потому что в Харькове в середине марта месяца бывают заморозки. Ночью минус два, минус пять градусов. Днем, да, бывает до десяти, до двенадцати, до пятнадцати тепло. Большие перепады. Растение комнатное, скорее всего, что погибнет. Но есть растение, которое будет ему, как говорится, наплевать на то, какая температура на улице. Какие заморозки ночные. Вот оно перед вами. Я ее называю аленький цветочек. Видите, вот ее размеры при цветении. Сейчас я поверну, вы посмотрите. Видите, вот, буквально с одной почки вырастает весной и зацветает. Это айва. Айва грушевидная. У деда есть айва яблочная, грушевидная и отдельно хеномелис. Японская айва. Она растет как кустарником. Видео о них я снимал. А это вот, я поставлю его на солнышко. Вот так вот. И такое вот растение. Айва выдерживает любые морозы. Айва не боится. Ее не надо укрывать на зиму. Айва расти она может и в комнате. Как видите, у меня вот цветет она. Ну, горшок немножко подобрал. Не такой, как положено. Но зато будет, если завяжется плодик, значит будет все отлично. Дело в том, что для этих не надо пчелы. Они само завязываются, само опыляются. Это апельсин гамлин, как и лимоны, как и мандарины комнатные. Они само опыляемые, само завязываются. Айва первые испытания проходят. Этот аленький цветочек, если завяжет плод, будет вообще идеально. Как видите, тоже емкость небольшая там для полива. Но разводить, размножать можно и черенками. Айва легко укореняется. Как смородина, как крыжовник. Поэтому можно спокойно брать веточки и сажать, выращивать в комнате на подоконнике. Спасибо, что заходите, смотрите. Пока. До новых встреч. Счастливо.